Та-дам! Мы влезли. Сегодня у нас 1 мая. Вот так вот распогодилось. Наконец-то пришла весна. Мы где-то на полпути до Пинска. Едем тренироваться на всю неделю. Первый этап чемпионата Белоруссии. Едем на юг страны. Столица Полесья. Я к жене своей еду. Это ее родной город. Так что едем. Там нас уже ждут. Пинск у нас южный город. И весна здесь приходит на недельку-две раньше. И уже вот зацветают каштаны. Ну а мы торопимся на тренировку. Вот мы на реке. Вчера приехали, отдохнули, отметили Пасху. Подготовили с Настей. Сегодня у нас первый день тренировок. Наши парни из Могилева еще пока собираются выезжать. Им еще нужно заехать в столицу за живым компонентом и за прикормками. И мы их дожидаемся. Ловить не будем, а будем промерять все сектора. Каждый сектор. Думаем проверить, пробить, нарисовать таблицу каждого сектора. Ну и нас ждет длинный промер сегодня вечером. Мы уже будем дальше затачивать с Настей. Работать над прикормками, над тактикой. И завтра уже с вторника начнем наши тренировки. Всю неделю мы еще так вот не тренировались. Но постараемся вот выжать все из этой недели тренировок. И к выходным подготовиться. Меха рисует таблицу, в которой будем наносить отметки. 60 метров. 1,5. Прошли мы уже одну зону, самую нижнюю по течению, промерили. Немножко отличаются сектора, но совсем чуть-чуть. Каждые 10 метров меряем глубину, немножечко протягиваем. И записываем все это дело в блокноте. 50, вернее 60 метров, 50, 40, 30, 20, иногда 10. Почти ровное дно, 2 метра глубины в среднем. Немножко есть, чуть-чуть отличия. 2,2. Вот наш Лешка уже сделал порядка, ой, я даже не знаю, если по 5 забросов на каждый сектор, 30 секторов, 150 забросов в минимум. 4 грузика оставил. Ставил 4 грузика, все никак не может успокоиться. Бомбит и бомбит. Сейчас я тренируюсь на этот самый. Пытается попасть в Бакин. Смотри, попал. Не добросил чуть-чуть, но попал. Попал, попал в Бакин. А вот и наши Могилевские однокомандники приехали. Доехали, доехали. Здорово, Игорь. Пархуемся. А это машина, кто его закрывается? Сейчас не открывается легко. Здорово. Здорово. Началась на базе суета. Наклеечки, чтобы не путаться. Клеим на нервную тару. Здесь работа с мотылем. Довольно важный момент во время соревнований это сохранить живой компонент на все дни тренировок, чтобы он был свежим. Надо на него дышать. Гладить. Гладить надо. Просить его, чтобы он не вздох. Да. Это наша парика. Крупный для? Ну, его надо пробить, надо носить. А видишь, что творится? Вдохлый пошел. Много работать будет с ним. Ну, сейчас надо взять четверку, высыпать. Пробить его нафиг. Пропустили опарыша через сито. И вот немножко дохлых осталось. Их мы выбросим. Мотеллика нужна на свеженькую газетку. Тряси, тряси. Много еще. Готовимся серьезно. Сегодня чистый понедельник. Жаркого индийского побережья Гоа. Произведено специально для штата Гоа. В других штатах в Индии не поддаются спортное вообще. Специально для команды Фин Колмик. Да, специально для команды Фин Колмик. Вот с этим вот мужчиной, блин, разрабатывали. Видно, как на майках у нас написано. For Фин Колмик. Почуть? Да. Ужественное обручение майки. Две манечки тебе пользуются. Сразу же крепилось. Давай. Хрен к носу. For Фин Колмик. Ты что, похож на чемпиона? Кажется ваш. На чемпионского чемпиона Формула-1, конечно. Тут даже вот печка у нас есть. Миша сейчас натопит. Что, хлопцы? Нравится. За первый день. Новой команды. Нашей команды свеженной. Все классно пока, все хорошо. Пока. Пока не было тура. Да будет все нормально. Катушку. У нас же катушка есть. Первый замес. Завтра начинается тренировка. Вторник. Наш первый день тренировок. Погодка наконец-то поправилась. Осадки прекратились. Место красивое, конечно. Как по рыбе посмотрим. Подходит к концу первые три часа нашей ловли. Со старта очень много мелкого окуня. Через часик появилась первая платвичка. Сегодня тестируем составы и ловим с одной дистанции в районе 25 метров. Без живого компонента. Ну и на мотыля окунь стеной, на опарыша пару платвичек было поймано. И через час где-то после начала ловли сильный провал начались. Окунек еще есть, платвы не было совсем. Платва очень редко. Несколько штук, по 5 штук максимум поймали. Пару хороших проскочило. Сейчас три часа заканчивается. Пообедаем и решим, что делать дальше. Может быть включим живой компонент. Может ароматику. 715. 765. 765. Да. Не густо. Не густые у нас ловы. Но немножко разобрались под конец с платвичкой. Немножечко она расклевалась. То ли из-за погоды, то ли. Кило 380 кило. Кило 230. Мой лов. Тоже не глистый. Но есть пару красивых лодок. Один даже обрыв поводка был. Кило 260. У меня 230. У меня 230. Да, это на КВВ. Вот такие братья клевали сегодня весь день. Я тут еще на камеру снимаю. И никуда от них не деться, не скрыться. Очень много пуха налипает на леску. Невозможно ловить. Шоком пробовал. Просто леска еще хуже. Здесь просто... Просто здесь купался Винни-пух. У него остался пух. Сань, давай туда. Или есть кадры. Ну, сделай, чтобы так и так. Опа, оп, оп. Ух ты, хорошая рыбка. Хорошая рыбка, говорит. Где там рыбка хорошая? Очень много травы. Миша нашу последнюю кошку сегодня оторвал. А-а-а. Надо плыть за кошкой. Вот он выходит. Ух ты, какая плотва. Вот он, вот он, серый, первый, серый. Сегодняшний первый, Серега. Пацаны, вы видели? Первочек. Только сейчас подошел. Когда мы уже закончили ловить. Выкинь, а пленку засвети, чтобы никто не видел. Вяжем поводки. А давайте его сварим. Не, не надо варить. Давайте его, блядь, просто утопим. Не, лучше его порежем. Зарежем. Или просто ошпарить и все, а потом сварить. И потом порезать. А может помять его просто. Задушить, задушить. Каждый занят своим. А что ты делаешь? Чищу бульбу. Игорь, торговля? Да. Нечего вязать, ты понимаешь? Нельзя выбрать. Нельзя найти крючок своей мечты. Утро третьего дня. Выезжаем. К нам добавился тренер Жека. Мы с ним ходили сегодня туда. Мне что-то стало плохо. Реально вызывали скорую. Желобик скрутило. Но скорая не приехала. В больнице никого не было. И вроде бы отлегло. С перепову прошло. Все, едем на водоем. Сегодня зона Д. Самая мелководняя. Самая нижняя по течению. Там будем пытаться поймать более 2 килограмм рыбы. Набережная. Отличная погода снова передает грозу. Может, немножко придется помокнуть. Но если так тепло, то не беда. Жестокая дамба, блин. Нереально ходить. Нереально долго выставляться. Я вчера чуть не совершил кульбит с этой красивой набережной. Прямо в воду. Поэтому я сегодня это делаю особенно тщательно. Так, в 9.40 мы начали кормиться. Леша ловит на 24 метрах. Все ловят. Все ловят, да-да-да. Али мы валим в воду сочек. Сегодня было намного веселее. Немножко разобрались. Так, я сразу здесь пешу. Так, Саша. И вот такая плотвичка хорошая. Часто пользовались подсаком. 485 минус 150. Значит, 335. А, думал я больше будет. Миша сегодня стабильный всех ловил. Я сидел, завидовал. Я надеюсь, там 2 килограмма будет. Наверное, больше даже. Отлично. Меня выключал только на раз. Мерест в садке. Плотва изумительная. Такой плотвы нигде не видел. Красивая, красная, красно-желтая, как красноперка. Очень-очень красивая. О, смотри. О, какая. О, полкиля гордонцы. Давай, Гель. Пару килограмм будет. И... 2,30. 2 ровно 30. 935. 935 грамм. Спортсмен Якубович Алексей. 935 грамм. Меня все выключали жестко. А ты мусовал, да? В конце только последняя серия была. Красивая. 5 рыбок здесь. Работаем? Ааа, я не снял, как ты выпускал. Сегодня там на горизонте тренируются матчанглеры. Мы не одни. И тут вот интересная рыбка у нас. Подлещичек, который... Который, который не поможет Игорь обойти меня. 840. Ну, одного спустил. Потому что ракуха. Четверг, утро. К нам прибыл сегодня Юрий Хортов. Тренер. И уже мы четвером. В шестером. В машине. И в той машине двое. Шестером. Завтра еще должны из Гродно прибыть. Хлопцы. Едем. Сегодня должно тренироваться уже большое количество команд. Утро четверга. Уже движение на канале. На реке. Команда С+. Это непонятно какой спортсмен. И там кто-то тоже разгружается. Сегодня у нас зона Б. Здесь хорошая ямка с буровкой есть. Около 5 метров глубины. Проверим ее. Но будем все-таки больше затачиваться в плотву. Чуть-чуть поближе. Тоже там в районе 3,5 метров. Перед буровочкой. Покосились. Очень много травы. Очень сильно заросла река. Уже поднимается она. Вся травка поплыла вниз по течению. Новая команда нашего чемпионата. Рыболов-спортсмен из Гродно. Наши, можно сказать, кореша. Недавно приехали. Еще меряются. Там за ними ближе к мосту Брискал расположилось. Мы на сегодня тренировку закончили. Чуть более трех часов отсидели. И решили скручиваться. Потому что жена позвонила. Сказала, что там дождик идет с севера как раз. Ну и небольшой тоже дождик прошел. Сильно не хотим напрягаться. Очень много тренеров ходит. Немножечко приходилось шифроваться. Ну и сегодня, как и собирались, в районе трех килограмм у нас уловы. То есть, что хотели, то в принципе и получили. Миша всех обловил. Вот он за трешку перепрыгнул. С каждым днем рыбалка становится все лучше и лучше. Мы все-таки разбираемся. Много тренировок очень помогает. Сегодня уловы еще увеличились в два раза. То есть, вполне все хорошо. Отсекаем окуня. Ловим крупную рыбу. Нужно тоже отсекать и мелочь, как бы. Потому что она очень сильно мешает. То есть, рыбы в точке много. Но надо, чтобы не стояла мелкая рыба. Вот. Все отловились ровно достаточно. И это сулит нам хороший командный результат. Как сейчас модно, видео из магазина про спортивное питание. И вот команда. Сегодня хорошо поработал, поэтому можно немножко расслабиться. По бутылочке. Сейчас посмотрим, что делает команда. Опа. Зелим хлебушек. Пацаны, помахайте. Кушаем борщик. Наварили борща. А что еще у вас есть? Покажите. О! Вот козлы. Это Юра за приезд привез нам. А у нас каждый день привез. Да липский скал без 100 грамм не выиграешь. Наши хозяева. Занимаются огородом. Сейчас резисочки нам нарежут. Помощник опая червяков. Баба, помогай. Баба, помоги, давай. Тут корни зацепились. Вот здесь иди копай. Вот здесь мягче. Вот здесь. Не, удут. Вот тут червяк. Где? Давай червяка. Подымай червяка. Молодец. У нас завелся еще один спортсмен. Малолетний. Ку-ку. Вязание поводков забирает очень много времени. Их, казалось бы, можно завязать, навязать до соревнований, но никогда не угадаешь, какой нужный крючок и диаметр лески будет нужен. И поэтому приходится очень много вязаться и во время самих соревнований. Их никогда не бывает много. Едем на последнюю тренировку. На крайнюю. Да. Пятница. Заключительная тренировка. Уже куча соседей. Сидим плотничком. Команда РС Гомель машет ручкой. А мы в краю зоны А. Под мостом. Будем сегодня шифроваться. Ловим Леша. Там три тренера. И за Лешей стоят три тренера. Наблюдают. Я пошел прогулялся сейчас по всем секторам. Посмотрел, как ловят люди. Все шифруются, все прячутся. Не хотят показывать рыбу, как она ловится. То есть буквально подходишь сразу, начинают пустыми кормушками ловить. Ну, увидел, когда после закорма, буквально сразу у человека, не буду говорить, какого рыба отзывалась, сразу попадалась плотва, но он потом сразу переходил на пустую, прятался. То есть рыбка реагирует на корм. То есть люди это просекли. И возможно, что будет завтра сеча. Вот. Что еще? Много кто ловит под первой бровкой. Здесь буквально в метрах 10-15. Вот. Пытаются ковырять мелкую совсем рыбу, пипку такую. Окуньков, маленькая густерка, какой-то мелкий подлещичек, платвичка. Но такой рыбой точно вес не сделаешь. Ну, это если только совсем вообще перестанет клевать нормальная рыба. Еще команда села одна на дальничок. Сидит плотненько на дальнике. Видел тоже там пару рыб у них хороших, достаточно густера. Вот. То есть, ну. Вот так как-то. В этом году чемпионат будет представлять 11 команд. Одна из них вот недавно заявилась молодая минская. Две команды из Гродно. Ну, как сборная одна из них это мы. У нас получается половина из Гродно, половина из Могилева. Затем вот новая команда из Гродно рыболов спортсмен. Вот магазина рыболов спортсмен. Наши друзья. Затем команда С плюс из Бреста. Самое большое количество участников у них. Затем гомельские команды. С серебряные призеры в том году были команда фаворит. И поза том году чемпионы страны. Очень сильная команда. Значит, они у нас. Затем из Гомеля у нас новая команда образовалась. РС. Игорь Матюшков. Вроде бы у них капитаны Маслов Сергей. Затем несколько гомельских команд. Вот не будет участвовать. Очень жаль. Про Могилев я сказал. Половинка вместе с нами. Затем столичные команды. Их больше всего, как всегда. Чемпионы. Это у нас команда Федербай. Затем частые победители прошлых лет Брискала. Затем команда ОК рядышком с нами тренировалась. Команда Пшено тоже сегодня здесь на водоеме. И кто-то еще у нас из Минска. Матч Англии тоже вчера. Они вот те, кто с нами тренировались. Единственные топов команды. Вроде бы ни про кого не забыл. Но вот про новичков тоже сказал. Это наши черные лошадки. Вот такой вот чемпионат в этом году. Несколько команд откололось. Нас было в том году 14, да? В этом году 11. 44 участника. Будет немножко жестче конкуренция. Получается, чем меньше, тем сложнее. Ну и посмотрим, что преподнесет нам Пина. Мы вроде бы разобрались. Но, как всегда, выходишь на туры, какие-то сюрпризы есть. Тут еще день тренировок. Сегодня многие команды тоже разберутся. В принципе, ловля несложная. Ловля платвы. Отсекать нужно окуня. Ну и я думаю, что будет очень сложно нам в турах. Но будем очень стараться. Тяжело снимать немножко. Нужно работать. И вот если бы был какой-то отдельный человек, камерамен, было бы намного интересней. И съемка, и репортажи, и может быть интервью. Но так как это все делаем сами, то получается немножко вот так в компенном варианте. Все, спасибо. Пока, мы на базу. Представитель команды Александр Привез секретную нашу насадку. Сейчас пойду покажу. Секретная насадка еще спит, но уже покажи, как это просыпается. Пиночка такого более крупного размера, специально, чтобы мелочь не тянуло, будет отлично под наши крючочки. Вот здесь опарыш. Вот здесь Саня. Наш секретный состав с бетаином. Лея Игоревич.